Для того, чтобы установить пакет ChatGPT, первый шаг, который нам нужно сделать, это запустить DIV. Для этого мы переходим по адресу onGitHub.GitFoundation.def. Здесь есть кнопочка, которая позволит открыть нам гиппот. Гиппот запускается в облаке, поэтому ничего восстанавливать на свой компьютер не требуется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При запуске Github мы открываем 307 пакет. И дожидаемся, пока все операции терминали завершаются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь можно перейти в DIV. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Изначально в дипкейсе мы зашли за гостевалу пользователя. Однако из-за того, что включены демо-права, мы можем заводиниться за администратором. Чтобы это сделать, можно сначала подгрузить пользователя-администратор в наш спейс. Для этого нам нужно создать клэри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Запросы внутри клэри пишутся в виде JSON, который представляет собой GoalExpExpression, который позволяет отфильтровать необходимую нам связь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам нужна связь, у которой ID будет равно ID-плазиателю, администратор. Для этого мы используем синтаксис нижней подчеркивания ID, куда мы передаем массив, в котором мы переходим от пакета DIV к пользователю admin. Теперь запрос нужно сохранить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как мы сохранили запрос, его нужно активировать. Мы подгрузили пользователя-администратора, теперь мы можем в него зайти. Для этого нам нужно меню «Логин». Для того, чтобы увидеть пакет чат GPT после его установки, нам нужно создать соответствующий запрос. Здесь мы также используем нижнее подчеркивание ID. Однако на этот раз нам нужно указать только имя пакета, которое мы будем устанавливать. Итак, запрос сохранен. Пакета пока не появилось, потому что мы его не устанавливаем. Чтобы установить этот пакет, нам необходимо воспользоваться пользовательским интерфейсом Packager. Нас интересует пакет Deep Foundation чат GPT. В данный момент у него версия 1.06. установка выполняется. Чтобы следить за процессом, мы можем сделать промиссы видимыми. В данный момент установка выполняется. Это пакет Парали. Это пакет пакет Парали. Передалер钱. В данный момент у нас есть ваше хорошее이라는 момент. Поfenкая точка. Образованный можно прожить. Похожих способов. Подразов judge��ивание. Похожих способов в ст Daisку. Итак, установка завершилась, и нам доступен пакет ChatGPT. Первый шаг, который нам нужно сделать, это дать этому пакету права, чтобы он мог нормально функционировать. Для простоты мы просто дадим пакету ChatGPT админские права. Для этого нам необходимо создать связь Join, которая будет ввести от пакета ChatGPT до администрации. Окей, теперь у пакета есть необходимые права. Следующим шагом мы создаем API Key, который позволит определить токен, которым будет пользоваться администратор. Чтобы получить этот токен, нам нужно будет зайти на сайт OpenAI. Или если вы находитесь в сообществе DeepFoundation в Дискорде, вы можете попросить этот токен у меня. У меня ник Коннор. Меня можно всегда упомянуть или написать в личку и получить такой токен. Без ограничений. Итак, токен можно получить по адресу platform.openai.com. slash account slash api key. Окей, мы получили токен. Теперь нам нужно его вставить в качестве value для api key. Для этого мы открываем редактор. Сохраняем. Сохраняем. Связь conversation символизирует один единственный диалог с чат GPT, в котором будет сохраняться весь контекст. Это означает, что все сообщения этого диалога будут повторно отправляться в OpenAI API. И таким образом чат GPT будет знать, что обсуждалось в этом диалоге. Дальше мы создаем наше первое сообщение. К сообщению мы привязываем строковое значение, в котором будет собственное сообщение. Например, кто ты на английском, то есть who are you. Сохраняем. Теперь для того, чтобы активировать общение, нужно создать связь reply, которая будет идти от сообщения к conversation. Итак, чат GPT нам ответил. Еще раз посмотрим на структуру связи, которая у нас получилась. У нас есть conversation, к которому идет репли от нашего первого сообщения, who are you. Чат GPT ответил на это сообщение со своим сообщением, текст которого мы можем посмотреть в редакторе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok